99% социологических служб страны говорят, что второго тура не будет. Почему? На мой взгляд, достаточно все просто. Все прекрасно понимают, что реальный кандидат один, все остальные – это части, маленькие части, подобие этого кандидата. Ни один из кандидатов, кто идет против Путина, не является, так скажем, самостоятельной фигурой. Как будут развиваться события после первого тура, если Путин выигрывает? Ну, наверное, недели две будут, ну, месяц будут какие-то митинги, потом они пойдут на спад. И я думаю, что оппозиция будет готовиться ко второй волне. Это конец этого года, когда, во-первых, по закону можно будет разгонять Государственную Думу. Всем понятно, что кандидат Путин набрал достаточно много обязательств на себя, дал много обещаний. Скорее всего, какие-то из них будут сделать трудно или проблематично, или что-то частично, наверное, будет не сделано. Соответственно, можно будет критиковать, соответственно, можно будет отметить год выборов Государственной Думы, опять же, массовыми акциями. И, соответственно, вот та волна, к чему приведет, мне трудно сейчас сказать. Ну, я хочу сказать первое, конечно, все эти соцопросы, которые особенно формирующие сегодня, я четко вижу, что это формирующие соцопросы, это полная хрень. Меня простите за непарнаминское выражение, потому что вспомните те соцопросы, которые были накануне декабрьских выборов в Думу. Все социологи ошиблись, особенно придворные, больше всех ошиблись придворные социологи. И мы давно говорили о том, что все эти рейтинги дутые. Давайте говорить так, начнем с первого. Будет ли и не будет второй тур? Все от нас зависит. На самом деле, я могу сказать, что главный опрашивающий институт страны, это вовсе не фонд, в целом и даже не Левада-центр, уважаемый, это спецслужбы, которые сегодня имеют мощнейший институт. Он расположен на территории Подмосковья. Мне хорошо известно, как они работают. Я вам могу сказать, что совсем недавно они провели опрос 70 тысяч респондентов. Это ни один, по-моему, центр, такой выборкой не может похвастаться. Я не буду называть цифру соцопросов, хотя это секрет Польшинели, к сожалению, все утекает. И сейчас там, правда, свели к тому, что 6 или 8 лиц владеют сводной информацией. Тем не менее, я могу сказать, что переполох по поводу первого тура. Это она команда уже готовить второй тур. То есть, если будут считать честно, если граждане не будут спать, если наблюдатели будут работать, и если действительно сегодня голосовать за любого кандидата, кроме кандидата от власти, то будет два тура. И я вообще всех призываю к второму туру побороться, чтобы не превращать нацию и страну в Северную Корею, при которой там все льют крокодилово слезы по поводу смерти палача, как у нас когда-то, по поводу Сталина. И все-таки проголосовать за любого оппозиционного кандидата, дать бой власти, и пусть это будет второй тур. Это будет честно, легитимно. Это, кстати говоря, самой же власти поможет, если она сумеет во втором туре выиграть. Это первое. Значит, почему я так говорю уверенно о переполохе в штабе Путина? Потому что сегодня появилась информация о так называемом покушении на Владимира Владимировича. Я еще раз хочу сказать здесь, как все-таки человек, имеющий отношение к безопасности, да, в нашей стране всегда главе страны угрожает опасность. Да, есть группы, которые, безусловно, желали бы физически расправиться с президентом, и не только с ним, и со многими членами Совбеза. Да, это может быть правдой. Но у меня только один вопрос. Почему это сегодня стало известно, когда события произошли там месяц или полтора назад? Я думаю, что это явно с политическим подтекстом. Явно для того, чтобы, а, повысить трейтинг, б, замолчать вчерашнюю акцию, которая, естественно, потрясла, по крайней мере, Москву, и по всем центральным СМИ была дана команда замолчать это событие. То, что сегодня это один, к сожалению, я так считаю, один из технологических приемов штаба избирательного Путина, ну, сомнений в этом мало. У меня, как у все-таки специалиста, вот и все. А на сомнение прибавит или не убавит? Я думаю, что главная цель вот этой новости – это перебить новость о вчерашнем Белом Кольце. Все правильно. Отлично. Я, как историк, добавлю, что покушение – это любимая политтехнология диктаторов. В 801 году, по-моему, было покушение на Наполеона, очень сомнительное. После чего он был объявлен пожизненным императором. При Гитлере, как вы знаете, горел Рейхстад. Значит, да, да. Покушение Фанни Каплана на Ленина было использовано для развязывания красного террора. И так далее. То есть почти в каждой диктатуре можно найти историю, обычно странную с покушением. В данном случае я согласен с Геннадием Гудковым. Я не думаю, что это какая-то серьезная новость. Но она уже забила сегодня все информационные ленты. Вот даже ваш вопрос об этом говорит. Тем самым она микширует впечатления от вчерашней многотысячной акции в Москве и носит предвыборный характер. И отчасти она поддерживает вот эту стратегию Путина на мобилизацию его как вождя обороны страны от внутренних и внешних врагов. То есть внутри враги, снаружи враги. Вот еще и покушение готовят. Надо сплотиться вокруг вождя. Добавят ли это голосов, не знаю. Но это точно, по моей оценке, чисто предвыборный ход, ничего больше. Вчера, наша доблестная ГУВД, которая не может посчитать заказные убийства, грабежи и кражи, дает тут же статистику, которая абсолютно не соответствует действительности. Я все время говорю так, что нам достаточно, вот мы на 100 тысяч будем подавать, 500 тысяч мы можем смело собирать, потому что по статистике ГУВД будет 100 тысяч. И нас за это не оштрафуют. Поэтому совершенно очевидно, что первый тур это не приговор. Первый тур это вовсе не приговор. Я бы на месте граждан России очень серьезно поборолся за второй тур. Призываю просто голосовать за любого оппозиционного или даже не очень оппозиционного кандидата, это кроме тех, которые, кроме того, который выстрелил в глаз. Смотрите, что дальше происходит. Почему мы, я говорю, что второй тур может очень даже быть. Идет закрученный гайк по СМИ. Вот говорят, что там Рыжкова пустили на эфир, Гудкова пустили на эфир. Это полная ерунда. Нас пустили в ток-шоу, где нас пытаются пера-ра-пи-ра-пи, и кричат всякие заказные политологи типа Леонтьева, но дальше не буду называть. Далее везде там Кургиняна и так далее. Почему? А что на самом деле происходит? Эхо Москвы пытаются задушить. Передачу Острый, получившись у Собчак, где Навальный поучаствовал, запрещает вообще ее, убирают с МТВ. Новые газеты тут душат. Идут жесткие инструктажи, кого где показывать, не показывать. Вы знаете, например, на всех центральных, у меня есть достоверная информация, запретили показывать кадры съемки Болотной площади сверху. Запретили. И на НТВ, которые показали неосторожно, там такие дрожащие кадры, там были такие нагоняя руководства канала. Нас, Рыжковым, запретили, до сих пор есть этот запрет, на всех информационных каналах, на всех информационных передачах. Меня лично запретили полностью на ТВЦ. И никто не может объяснить, почему. И на самом деле, это просто попыткой заигрывания с оппозицией. Вот тут кого-то показали, тут мы кого-то куда-то пригласили. Ну, слава богу, что Медведев нашел все силы все-таки встретиться с ненавистными оппозиционерами, хотя бы с частью их, и так далее. То есть, на самом деле, идет процесс закручивания информационных гаек по одной простой причине. Бояться, что действительно состоится второй тур. Это вам ответ. Замалчивают акцию в Питере. Кто написал, кто показал в Сотране-канале массовые шества и митинг в Питере? Там 1020, молодцы. Вот, одна рука была. Значит, 20 с лишним тысяч человек прошло по улицам города. Для Питера это огромное событие. На следующий день еще один митинг состоялся. У меня данные о том, что там было порядка 5000 человек. Ну, пусть, все равно это два крупных митинга в Питере. Кто показал? Никто. Сказали, что в Новосибирске вышло там 30 человек, или там 300 человек. Где-то еще в Кемерово там 100 человек. И 20 человек в каком-то, не помню, городе, где там был Тоймороз. Поэтому совершенно очевидно, что боятся второго тура. Это первое. Второй момент, отвечая, так сказать, на вопрос чистой или грязной компании, ну, конечно, грязной. Назвать эти легитимные выборы не подворачивается язык, а двойные стандарты в оценке кандидатов. Прохоров сумел 2 миллиона собрать, а Явлинский, за которого народ голосовал и голосует, у него миллионы поклонников. Я знаю, сколько получало яблок в Москве. По 15, 16, 19 процентов на участок потом эти яблочные бюллетени. Они до сих пор, эти яблочные бюллетени, не только яблочные, но и наши. Они находятся в пачках Едино-России. Вот сейчас, если скрыть эти пачки, пересчитать, мы там с вами увидим, на самом деле, как голосовали москвичи. Они не те рисованные протоколы, которые нам предполагают. То есть, Явлинский не сумел собрать подписи, Явлинский не пользуется популярностью, Явлинский, значит, у нас не поддерживается миллионами российских граждан, потому что это полная чушь, бред. А Прохоров пользуется. Ну, хорошо. Значит, подбор кандидатов, двойные стандарты, СМИ. Владимир Владимирович Путин не уходит в отпуск. Я понимаю, что он доработоголик, трудоголик, мы все такие. Но не надо же так. Вот вы используете служебное положение с утра, до ночи телевидение, пока с Владимиром Владимировичем, то он встречается с детьми в детском саду, то он встречается там с учеными, то он там с оленеводом Бельдеевым ведет какую-то беседу и так далее, и тому подобное. Ну, ребят, ну что это такое? Это что, равный доступ к СМИ, что ли? Ну, тогда и отец русского балета, если это так. Поэтому, конечно, компания сегодня идет принадлежением административного факта. Я провожу конкретные примеры. Вот, например, губернатор Громов провел два совещания. Я, депутат, очень долго представлял под Москвой, и понятно, что он располагал информацией. Требует 54%. Требует, чтобы 54% первый тур. Министр его, Антонов, проводит совещание со здравоохранением. Под личную ответственность директора школ, открепительные талоны, всех строим, и так далее, и тому подобное. В моей родной колонне организованы три участка, на которых бюджетники будут строим по зеленому свистку голосовать, понятно как. Под присмотром на смотрщик, извините, так сказать за тавтологию. О чем говорит? Административный фактор в ходу. Даже, может, это идет не от Путина. В Резиденской области губернатор Ковалев проводит совещание. И заявляет так, буквально, понятно, что информация прямо изнутри. Хорошо, город, мы не выиграем первый тур, пусть будет хотя бы 46%. Я разрешаю, 46%, говорит Ковалев, на совещание. Значит, из района, кто проведет протокол менее 60%, может сразу написать мне заявление об увольнении. А вообще 65% должно быть. Да, Геннадий Владимирович, спасибо. Давайте, Владимир Владимирович. Ну, я здесь полностью согласен с тем, что говорит Геннадий Гудков. Это наша общая позиция. Сейчас вся пропаганда сводит вопрос, будут ли честно подсчитаны итоги голосования. Вот если они будут честно подсчитаны, и если будут прозрачные урны, и если веб-камеры будут давать картинку, то это честные выборы. Но, извините, это просто рассчитано на дураков. Потому что честные выборы это комплекс критерий, которым должны отличать выборы. Три основных критерия. Свободный доступ. У нас что, все, кто мог бы участвовать в выборах президентских, в них участвуют? Геннадий Владимирович привел пример, вопиющий пример Явлинского. Уже одно снятие Явлинского делает выборы нелегитимными. А те 10 партий, которые Медведев собирал в горках 9, они что, не могли бы принять участие? Например, партия Народной Свободы, Республиканская партия России, Левый фронт. То есть, сначала были отсечены целый ряд кандидатов, которые могли бы принять и дать достойный бой основному кандидату. То есть, сначала Путин отобрал себе соперников. Ну, какие это легитимные выборы? Спарринг партнеров. Спарринг партнеров, да. Какие это легитимные выборы, если вход на эти выборы изначально был максимально затруднен? Теперь сам Медведев признает, что барьеры, 2 миллиона подписей, это чрезмерно. Но если ты признаешь, что эти барьеры чрезмерные, то как же можно эти выборы считать честными и свободными? Второе, о чем Геннадий говорил, второй критерий честных выборов, это равенство кандидатов, даже тех, что остались. О каком равенстве может идти речь, даже если эти кандидаты орут каждый день, что их, значит, преследуют, что нет равенства на телевидении, и так далее. Административный ресурс чудовищный. Что бы там ни говорил путинский штаб, что мы заинтересованы в честных выборах. Вот Геннадий дал два примера, я могу еще целый ряд примеров дать. В Брянске десятки тысяч открепительных удостоверений скуплено уже. По всей стране идет информация, в Новосибирске заставляет студентов, бюджетников брать открепительные, сдавать начальство. Они что, коллекционируют, что ли, дома потом на стенах их повесят, в красивых рамках. Готовятся карусели по всей стране, губернаторов, мэров спросят за процент. Как обеспечить процент? Дальше идет классический набор технологий. Открепительные, вбросы, переписка протоколов. Это все будет использовано, потому что ни один губернатор не захочет стать крайним, получив, допустим, самый низкий результат по стране. Они все будут стремиться к этому. Поэтому ни по одному из трех критериев свободный доступ к участию в выборах, равенство кандидатов, честный подсчет голосов, ни по одному из критериев эти выборы не являются легитимными. Богданов говорит о том, что мы оппозиция, поэтому мы даже самые чистые выборы никогда не признаем. Это неправда. Есть объективные критерии, в том числе зафиксированные в европейских конвенциях, в европейской практике и так далее. Вот эти объективные критерии, причудиваясь оппозиция. Ни по одному из этих критериев российские президентские выборы не являются честными, свободными и легитимными. Поэтому у нас получится следующее. У нас сейчас уже, по нашему мнению, нелегитимный парламент, потому что были массовые фальсификации, миллионы голосов были украдены. Вот вчера мы с Эгерем Минтусовым обменивались, но максимальная оценка 13 миллионов голосов было приписано Единой России, минимальная оценка 5 миллионов голосов было приписано. По-любому у них не должно быть большинства в Государственной Думе. Вот у них должно быть большинство. В Лемене. Ну, у трех остальных партий, даже у этих, при всех претензиях к ним, нет большинства Единой России. То есть нелегитимный парламент, а в воскресенье мы получим еще и нелегитимного президента. Потому что это не выборы, это фарс, это комедия, комедия с заранее известным финалом. Для него счастливым, для страны нет. Что мы делаем? Значит, вчерашняя акция «Белое кольцо» в Москве, это, я считаю, мощнейшее было агитационное мероприятие. Например, я лично раздал около трех тысяч наклеек «Прокатим Путина» 4 марта. То есть я шел вдоль кольца, я стартовал у Крымского моста и дошел до Смоленского, этого, седьмого континента, до МИДа, и шел, раздавал людям в руки вот наклейку. И все люди говорили, да, мы будем это наклеивать. Три с половиной тысячи. А всего мы вчера раздали около 15 тысяч наклеек «Прокатим Путина» 4 марта. И сейчас мы будем весь город заклеивать этими наклейками. Наш главный лозунг «Не одного голоса Путина» или «Прокатим Путина» 4 марта. Дальше, за кого голосовать? Из тех кандидатов, на самом деле, я считаю, что все кандидаты провалили кампанию. Потому что Путин навязал свою повестку дня. Значит, повестка дня, если не я, то развал страны, и Запад против нас ведет войну. Хочет нас развалить. Вот два главных пункта. Ни Зюганов, ни Прохоров, ни Миронов не смогли навязать свою повестку дня. Поэтому кампания распалась вот на две части. Есть кампания Путина, которая всех запугивает, что если не я, то крак страны. И есть какие-то вот отдельные такие слабенькие песенки остальных кандидатов. То есть не возникло вообще никакого нерва избирательной кампании. Почему они все и провалились? Потому что они не смогли навязать свою повестку дня. Поэтому за кого из них голосовать? Есть простой критерий. Значит, первое, мы призываем всех, вот я обращаюсь ко всем, всем надо идти на выборы обязательно. Всем обязательно идти на выборы. Потому что путинский электорат, управляемый, он известен. Это Чечня, где он получит 99,99. Это Дагестан, где он получит 95. Это Ингушетия, где он получит 97. Это Мордовия, где он получит 95. Мы все наперечет знаем регионы, где вообще не считают, а просто сразу Башкирия, где просто пишут протоколы, не считают ничего. Плюс бюджетники несчастные, которых будут под кнутом начальства вести на избирательные участки. Плюс силовые структуры, где будет та самая жесткая схема. Вот у него конкретно 25-30 миллионов голосов будем считать уже в кармане. Чем меньше придет сердитых горожан, вот этих сердитых горожан на участки, тем выше будет процент Путина. Это простая математика. Поэтому мы обращаемся ко всем, кто приходил на Болотную и на Сахару, ко всем, кто вчера стоял в Белом Круде. Надо идти и голосовать, чтобы снизить процент Путина. За кого голосовать? Два варианта. Самый чистый, если вам никто не нравится, то, что мы делали в декабре. Пять галочек. Тем самым вы делаете бюллетень недействительным и тоже снижаете процент победителя. Потому что процент победителя считается от числа принявших участие в голосовании. Либо если вы не хотите делать недействительный бюллетень, голосовать против всех, тогда выбирайте то, что я называю меньшее зло. Вот кто из этих четверых, оставшихся является меньшим злом. Единственный критерий, с моей точки зрения, это требования Болотной и Сахару. Пять пунктов. Освобождение политзаключенных, отмена итогов фальсифицированных выборов, наказание фальсификаторов, комплексная политическая реформа и проведение досрочных парламентских президентских выборов. Пять пунктов Болотной и Сахару. Кто из них ближе всего подошел к этим требованиям, тот является меньшим злом. На самом деле, в той или иной мере, три человека так или иначе что-то там отдельно или по частям поддержали. Это Зюганов, Прохоров и Миронов. Дальше уж вы каждый решаете сами, кто из вас, кому верит из них, кому не верит и так далее. Лично я все-таки, скорее всего, проголосую против всех кандидатов. Потому что ни один из них меня не впечатлил. Зюганов, с одной стороны, подписывает Судальцову соглашение, на следующий день говорит, что это госдеп и оранжисты проплаченные. Ну ты или, как говорится, трусы с ними, или крест надень. Ну что-то одно из двух. Миронов начал за здравие, что я с народом, я с площадью, в итоге с площади трусливо сбежал и вообще пропал неизвестно куда. Где сейчас Миронов? Неизвестно. Прохоров тоже как бы на двух стульях. С одной стороны пришел и на Сахарова пришел на Витиманку, с другой стороны не выступил. С одной стороны поддержал, а с другой стороны говорит, я многим Путину благодарен и готов работать у него в правительстве. То есть у каждого из них позиция такая с червоточенкой. Поэтому как голосовать, решайтесь. У меня несколько вопросов по прошлым выборам. Например, вопрос по выборам 96-го года. Если посмотреть, например, 95-й год, выборы в год с Думой 93-й, и посмотреть те же республики, за кого там голосовали. У нас в Думы России где большинство получало? Не получало даже там. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Возьмите сыр. Значит, давайте я отвечу. Сейчас, сейчас, сейчас. Я задам несколько вопросов, а потом будете отвечать. Потом берем 99-й год. Уголовное дело там заведено на нападение журналиста, которого возле дома разбили голову, отобрали кассету. Кассета была с репортажем против Рыжкова. Кто его избил? 99-й год. Сободав. Женя. Впервые снова узнайте. У вас на родине. Что вы глупости говорите? Да, не надо. Я еще раз говорю. Вот знаете? Чушь собачья. Да. А штаб седьмого, штаб позже? Сейчас, да, я напомню. Дальше вспомним. В 2007 году, Геннадий, ваша партия что, сама набрала больше 7%? Набрала еще бы больше, если бы не был такой безобразной избирательной кампании. Конечно. Да куда еще больше-то, если набрали меньше 4-х? Так, по-черкому. 7-78. Потом, Борис Немцов, когда был губернатором, там мэрские выборы два раза сажали избранного мэра. Что вы хотите сказать эти вопросы? Да тем, что вы все участвовали, вы участвовали сами во всех этих... Вы сами участвовали в этих грязных выборах на протяжении 20 лет, а сейчас вышли такие чистые и в белом, белые и пушистые. Вот я об этом. Я отвечу. Видимо, речь идет, если о компании моего мокрая в 99-м году, то господин Сабодаш, видимо, ваш приятель, вел одну из самых грязных компаний в истории Российской Федерации. Самых подлых, грязных, провокационных компаний. Любой из вас, кто поинтересуется, узнает, насколько подло и грязно это было. Если вы приводите этот пример, это вас не красит. Второе. И за эти 90-е годы мы разбирались, это была провокация и инсценировка, которую организовал сам господин Сабодаш. Но и это ему не помогло. Все равно ваш кандидат пролетел с треском. Это из той же серии, как сейчас. При любых обстоятельствах не принимать итоги выборов. Извиняю. Второе. Значит, в 90-е годы партия власти не выиграла ни разу на парламентских выборах. Всегда побеждала оппозиция. И в 93-м году, и в 95-м году. Это основное доказательство, что... И в 96-м. Я еще дойду. Это основное доказательство, что такого масштаба фальсификации, монополизации, как сейчас, близко не было. Что касается 96-го года, это, естественно, любимый пример, в том числе, который привел президент Медведев на встрече, что на самом деле победил мне Борис Николаевич Ельцин. Однако Зюганов клянется каждый раз, когда его спрашивают, что я проиграл. То есть мы верим всем, кому угодно, кроме Зюганова, который говорит, я проиграл. Специалисты серьезные в один голос говорят, что были искажения в пользу Ельцина, но точно такие же искажения были в пользу Зюганова в красном поясе, так называемом. И они примерно равнозначны. Искажения для вас не перебивало, господин Богданов. Вы как оппозиция, как вы утверждаете, не перебивайте другую оппозицию. Поэтому, и самое главное, мне нравится циничность этого аргумента, что если были когда-то нарушения, хотя я считаю, что они были на порядок меньшими в 90-е годы, то значит сейчас можно творить беспредел. Это что за аргумент, господин Богданов? Что за аргумент, что если когда-то... Я говорю, что вы не можете обвинять. Мы можем, потому что я четырежды выигрывал выборы честно, в том числе у кандидатов Единой России последний раз, когда я участвовал в выборах. Честно, с огромным отрывом в городе Барнауле. А то, что вы сейчас делаете, вы являетесь частью власти, что даже наши беседы свидетельствуют о чем. То, что вы сейчас делаете, самый грязный, самый фальсифицированный выбор российской истории, при минимуме политической конкуренции, при минимуме свободы слова. На порядок более грязный и подлый, чем то, я не буду отвечать на вопрос господина Богданова, что на саммест на его совести. Но могу сказать, что... Все чистые и пушистые, конечно. Вот у нас, знаете, к сожалению, власть сегодня ведет избирательную кампанию и вообще кампанию против оппозиции по принципу мы покажем их истинное лицо. То нас с Рыжковым снимают наружные наблюдения, то расшифровывают распечатки Немцова. Я точно знаю, что мои телефоны под контролем, и мне об этом уже многие сотрудники говорят впрямую. Я знаю, чьи задания, кому поручено. У меня, например, я точно это знаю, конкретных исполнителей знаю, идет сбор так называемого компромата. Я думаю, что, Володя, в отношении тебя такая с компанией, в отношении любого другого. И вот при этом еще нас в чем-то упрекают. Нас в чем-то упрекают. То есть, если бы у нас действительно какие-то были серьезные скелеты в шкафах, миллиарда у Рыжкова или какие-то подрывные планы у Гудкова, это было бы штабно известно. Потому что под таким компаком, под которым мы находимся, выделили самые мельчайшие недостатки. Но власть ничего предъявить не может. Поэтому присылают всяких Леонтьевых, Кургинянов, вот, к сожалению, сегодня эту роль играет экспонент Богданов, попыткой скомпрометировать по принципу сам дурак. То есть, давайте мы не будем говорить о ходе кампании, давайте мы не будем говорить о чудовищных перекосах, нарушениях, давайте мы не будем говорить о грубейших нарушениях Конституции России, а мы скажем, да они дураки, да они там такие-сякие, да разве им можно верить? Да что они говорят? Вот эта вот тактика приведет только к одному. Я вас уже в газете с этим выступал, прогнозом, что если власть у нас проявляет слепо, глухонемоток, она не видит 150 тысяч, говорит, 30, она не знает о требованиях, говорит, а с кем там разговаривают, там никаких требований нет, никакого там переговорной группы нет. Она вообще, так сказать, у нас ничего не понимает, что показывает наш господин Богданов сегодня, это приведет рано или поздно к столкновению. Потому что если не выполняется требование общественности, если общество не находит ответа в своих чаяниях, то рано или поздно поляризация общества она сегодня есть, она приведет к каким-то столкновениям. Действительно, в России образовалось уникальное объединение, объединение оппозиционных сил впервые в одной упряжке, если так можно выразиться, и гражданские активисты, и лидеры незарегистрированных и зарегистрированных и парламентских партий. Я добавлю, что в наш оргкомитет вывалились яблоко и пришли коммунисты. Коммунисты совсем недавно я с ними разговаривал, они подтверждают готовность дальше работать в составе нашего оргкомитета. И, кстати, обратите внимание, на Болотные площади, Болотные 2, было очень много красных знамен, была целая комлона левых сил и были знамены всех зарегистрированных левых партий, что говорит о том, что это движение расширяется и оно обрастает новыми членами. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время, Вер, и я, Владимир знает, мы договорились о том, что провести, может быть, без сети визора в оргкомитете обсуждение механизмов и принципов этой комплексной политической реформы. Я абсолютно согласен с Владимиром Рыжковым о том, что главное требование Болотова это не столько убрать Чурова, не столько правильно считать голоса, сколько провести комплексную реформу политической системы, которая уже не может сегодня не привести Россию к кризису. Вот если мы не поменяем политическую систему, если мы не изменим нашу коррупционно-самодержавную конституцию, сливайте воду, господа, и многие уже сливают, 150 тысяч каждый год выезжает из России практически навсегда, в надежде, может быть, все-таки, что здесь когда-нибудь что-нибудь поменяется, они вернутся. Но мы теряем огромное количество дееспособных российских граждан и огромное количество капиталов. Я напомню здесь собравшимся, что даже по официальным данным в прошлом году из России ушло около 100 миллиардов долларов, это самая крупная цифра утечки капитала по официальным данным за последние, по-моему, 15 лет. Но есть еще справка ДЭБа, о котором мне известно, она утверждает, что из России в прошлом году ушло в общей сложности 300 миллиардов долларов. Вопрос объединения позиций, но это временно. Когда, если будет либерализация партийного законодательства и выборов, я думаю, что все пойдет по той же, потому что сценарию, что демократическая Россия в начале 90-х годов. Я был участником и учредителем движения Демократической России, помню, как проходили все партии, всякие движения, кольцо вокруг Белого дома и так далее, и так далее. И потом, как все это рассыпалось, как лидеры на себя тянули одеяло и тому подобное. И через два года все это развалилось. То же самое и здесь будет абсолютно. Как лидеры, там, Касьянов, Немцов, Рыжков и так далее, будут все равно тянуть на себе одеяло, на свою партию. Не будет единой партии, я в этом глубоко уверен. В уличных акциях всегда есть смысл. Другой вопрос, чтобы это не привело, как я говорил, к расшатыванию ситуации и к каким-то традиционным действиям. Я вообще выступаю за внутреннюю революцию внутри правящей сегодняшней команды. Вот если бы революция произошла внутри команды Путина, то это был бы большой плюс для страны. Дворцовый переворот, я понял, да? Нет, не дворцовый переворот, а внутри команды Путина. Я не говорю, что Путина сместить в дворцовом перевороте. А самая главная опасность для России это деградация и застой власти. Всегда приводит такая система к трагедиям в стране, к трагедиям для народа. Это надо помнить.